За последние несколько месяцев некоторые топ-лица, так называемые СВО в России, были задержаны или оказались в опале. Среди них Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей Суровикин и другие. Те, кто раньше были основными рупорами и фигурами этой войны, теперь в тени. Что с ними происходит сейчас, смотрите в этом видео. У Игоря Гиркина-Стрелкова, которого задержали месяц назад по обвинению в экстремизме, по словам его жены, дела плохи. У экс-полковника ФСБ якобы обострились хронические заболевания и начала отниматься рука. Родственники и единомышленники Стрелкова стали требовать, чтобы к нему направили врача. Врача Стрелкова. Свободу Стрелкову. К этой кампании по спасению боевика Стрелкова привлекли даже его несовершеннолетнюю дочь. Прошу вас, дайте папе врача. Учитывая это, Игоря Гиркина-Стрелкова в СИЗО Лефортова посетил секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Оказалось, задержанному после ареста действительно было плохо, но сейчас его состояние улучшилось. С первых дней за Гиркиным начал в штатном режиме наблюдать врач медсанчасти изолятора. Оказывается, лечение. На данный момент он чувствует себя лучше. Мы предложили ему рассмотреть вопрос о проведении обследования. Игорь Всеволодович ответил, что пока не видит в этом смысла. По условиям содержания в СИЗО нарушений не выявлено. Окружение Стрелкова делает из него жертву режима и узника совести. В соцсетях созданы каналы в его поддержку. Желающие могут даже заказать футболку с лицом задержанного и вступить в российское движение в поддержку Игоря Стрелкова. Здесь боевика называют символом русской весны и проснувшегося русского мира. А также планируют массовый митинг в Москве на 29 августа. Правда, мэрия еще не одобрила эту заявку, а в Кремле не комментируют арест Гиркина. Напомним, прошлой осенью Дмитрий Песков намекал, что Игорь Гиркин-Стрелков ходит по тонкому льду в своей критике власти. Но его это не остановило. Все висит на волоске. Можно сколько угодно ругать нашего президента. Он этого заслуживает даже в большей степени, чем его ругают. Можно хотеть суда над Шойгу и Герасиумом. Они заслужили суд и на самом деле смертную казнь за то, что они произвели с нашей армией и как они ее руководили. Пролился свет и на судьбу российского генерала Сергея Суровикина. Указом Путина, который никто не видел, его сняли с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, якобы в связи с переходом на другую работу. Этот пост Суровикин занимал почти шесть лет. Информация о снятии с должности появилась сразу в нескольких источниках, но нет самого Суровикина. Его не видели на публике почти два месяца. Генерал якобы по-прежнему находится в изоляции. По информации экс-главреда Эхо Москвы Алексея Венедиктова и журналистки Ксении Собчак, Суровикину даже не дают возможности общаться с родными. Хотя телеграм-канал Рыбарь, близкий к российскому генштабу, это опровергает. Содержали экс-главкома ВКС России сперва в Лефортово на допросах, потом на более комфортных условиях. С супругой общался по телефону спокойно на отвлеченные темы, без раскрытия места пребывания. Еще один источник пишет, сейчас Суровикин находится в одной из квартир под своеобразным домашним арестом. Он не может покидать жилище. Официального расследования нет, однако долгое время Суровикин провел в заточении, отвечая на неудобные вопросы. Сейчас он сам и его родственники почти для всех включили режим тишины, поскольку Суровикину рекомендовано сделать так, чтобы о нем забыли. Напомним, осенью 22-го года и в начале зимы 23-го Суровикин командовал объединенной группировкой российских войск в Украине. Он исчез после мятежа Евгения Пригожина, о котором, вероятно, знал. По крайней мере, так писала The New York Times. Суровикин и Пригожин были лояльны друг к другу. За то время, пока глава ЧВК Вагнера играл не последнюю роль в так называемой СВО, он критиковал Шойгу, Герасимова и многих других, но не Суровикина. После бунта Пригожина генерала Армагеддона безуспешно искали московских СИЗО, а кремлевские СМИ уверяли, он на отдыхе в Ростове. Только отпуск, судя по всему, превратился в бессрочный. А теперь, после того, как был сбит бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, вероятно, с основателем ЧВК Вагнера на борту, сложно предположить, какая судьба ждет Суровикина. В общем, по данным The Wall Street Journal, в первые часы мятежа Пригожина силовики задержали минимум 13 высокопоставленных военных, еще 15 были уволены или отстранены. Также недавно от должности был отстранен командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Его, якобы, отправили в отставку после доклада о проблемах российской армии. Субтитры создавал DimaTorzok